урожай тает и тает ураган есть ураган есть предел всему поэтому у меня к вам такое пожелание заказывайте семена которые сейчас есть у меня вот нажимаете сюда большая часть сухом виде уточнять будем потом обратитесь ко мне желательно через этот каталог потому что мы время свое и нервы тратим вдвоем вместе с Антоном Балерьевичем заказывайте здесь значит получается нам обоим что-то перепадет по куску хлеба так теперь пока рада мира есть тут ура так сейчас секундочку все те же привет брат смотрите простите меня умнейшее письмо но не успеваю я вот из-за этой моей риторики ну включил телевизор посмотрел что это сейчас приказал путин кто-то ему напил уши значит пусть занимается генетикой дети но идет они не умеют деревья садить там хоть знает об этом ведь так как садят это же на смерть садят это потом нельзя же сразу на большее образование суваться если ты первый класс не ходил а первый класс это вот чем мы занимаемся и никто из вас наверно не в обиде когда второй раз или третий сказал что в яму садить нельзя и вот и получается что у меня заведусь а потом так заведусь а потом это из двух часов минут 30 уходит на эти на проклятие и ничего поделать с собой не могу не обижайтесь так виноградов на месте это вот виноградов у вас должен быть это граждане виноградов там сезоним оттуда пойдет во все стороны наверно уже черешни ой вы какой молодец так пащенко я мог высола косточки я выслал саденцы саденград развивать будем вот селиванова самара ливни и там ливни так и там дождь знаете я чего думаю климат так раскачивается как никогда может оказаться однажды что у меня просто сад я проверяю все равно сад никуда не денется с урожайами проблемы уже нет того что раньше было спокойно несколько лет все время весь в абрикосах впервые зародилось у меня это опасение так абрикос 5 саженцев привитых окулировкой погибли на третий год после об обильного минуточку тут одно на другое ну 5 саженцев окулировка то есть почкой погибли после обильного рожай это был потом погибли сажал по железу если хотите привать я не буду то есть имеется виду почкой не будете привать так а прививку почкой в общем я понял так что вы почкой не будете а вообще в принципе собираетесь привать ну например капулировка лучной капулировкой ладно разберемся а что окулировка погибла на третий год обидно так казахстан на месте как всегда так заметил зависть плодов сохраняется с северо-востока со стороны одинаково мало зависть осталась только в центре дерева это знаете вот кто не любит это центр дерева и начинает его осветлять это вот александр смотритель это на нашу с вами как сказать мельницу вот ваша это центр дерево северо-восток а на северо-востоке всходит утреннее солнце обогревает дерево тут заморозка плотная храни остаются завистью заметил настолько жаль я не успел ваше письмо прокомментировать с посадками так понравилось ваша посадка там где вы яму роете рядом вот с этим вот так понравилось ну не последний джио вот а вообще очень наблюдательный человек значит дело в том что не к чему придраться спасибо вам за такое наблюдение так оренбург солнечно свинин плюс 20 там плюс 30 не взорах здравствуйте я спрашивал на память у него дырял вопрос такой что делать с непросушившимся черенком вставленным в расчеп рядом с просушившимся а ничего не делать можете его вообще вот так вот не заметить как он может просто бросить можете его выдернуть замазать эту рамку это тоже лучше вот но не проснулся ну что делать вот как мы для того 2 и вставляем чтобы хотя бы один у нас получается шанса 200 процентов вместо 100 правильно так что что вы выдерните и замажьте поза вчера пошли в раз еще 27 к не перестаю удивляться успеют ли побеги вы знаете это будет зависит от лета жаркое ровное хорошее лето успевает и бывает еще и зима до зимы еще осень а осень тоже разное бывает вот так и потом вот что я заметил да все таки я считаю что при всех крайних случаях мой сад погибнет последним если берем самые дикие условия вдруг почему у меня было у меня фотографий полно только я не могу сейчас их соходу найти у меня нет секретарша чтобы всю эту работу с черновой проделать чтобы я мог до того все разложить по полочкам это огромная работа мне надо выживать и работать вот еще есть работа которую вы даже вы не знаете и получается что я это все время пускаю вот сейчас бы раз набрать а там например зима то есть фотографии найти а сейчас не могу долго а там зима а все в плодах и в зеленых листьях и что вы думаете было не меньше трех зим когда осень не возвращалась бывало верося не вернется все таки они успеют пожохнуть отвалиться ветер их сдует почки вроде вызрели и почти вызрели кое-где листья остаются и до весны а было что вообще представьте новый год мороз 40 градусов сад в листьях весь они как зеленые были так и замерзли зеленые и упасть не могут ну ну все прощай сад приходит весна обычное цветение ну к весне там ветер или как там это более-менее раз это то есть не так страшный черт как и умолю поняли да так теперь так то будем считать что опасаться надо но это не обязательно что до зимы они погибнут то есть в зиму погибнут здравствуйте я не могу сказать ничего сейчас дело в том что я не могу до него дозвониться так не взорах позавчера снял бандаж с груши гигант и косметика начал переда начал начал передавлю это одну то есть это восьмерка идет получать подвое спривоем сосис идеально сельских яблони тоже прирост на них уже толще привоя ну че я скажу алексей че я скажу каждая удача я радуюсь как ребенок каждая удача каждая так вы ругаете исполните а виновна исполните а виновна кто ну сейчас замахнуться на президента я не могу потому что это самое сами понимаете а получается как это как плотина знаете вот она мощная вот как советские мы же с вами большевики старые правильно я ничего не преувеличил вы ж не зря соленград волгоград соленградом называете вот плотина все стоит только пролезть дырочка и вот начинает размер вот пролез один это смотрите все что мы делается это вот школьная биология это например школьная вот это же самое о чем мы говорили там литература да дебильна дебильна вот возьмем допустим медицину медицина практически уничтожена уничтожена вот как получается виновна кого я должен ругать если сейчас я ходил мне же ложится на операцию да вот ничего серьезного так вот я пошел покупать маски маски по 60 рублей ну куда я делся купил я хожу по улицам я зашел на почту я был 10 в маске передо мной 4 я не привлечу центральная почта можно проверить все 4 без масок все 4 кто эти почтовика и 5 человек у нас же по одному больше не пускают да 5 человек я 6 я 9 без масок я 10 единственной маски был так вот теперь возьмем саногорск 10 тысяч рублей средняя зарплата у женщин это там лапши навешали а откуда президент узнать то очень важно каждого проверить вот 10 тысяч у женщин 20 мужчин примерно у женщин может 10 15 мужчин может 15 20 вот а маски говорят каждого менять надо кто их покупать то будет и вот начинается эпидемия да я допустим президент уж тут-то мне равных нет я тут же даю команду каждому главе я выделяю средства не такие же огромные средства речь не о миллиардах а миллионах вот и тут же все желающие шьют маски заметьте маски они обычно простые из обыкновенной ткани никакой тут хитрости нет правильно вот ну какие-то ограничения по тканям можно там проницаемость количество ниток на квадратный сантиметр это уже детали это все делается и вот я простой советский президент я говорю каждый мэр он никаких договоров нет он просто берет и говорит вот там вот приемной или где-то отдельное помещение будут принимать готовые маски шьет кто угодно а у нас практически все женщины кто-то 10 со счет кто-то 100 а кто-то тут же всех родственников тысячу а каждая маска себе стоимость 5 рублей вот ну накидываем еще это раз он делал 10 рублей значит получается что это он получил 10 тысяч вот и из них 5 чистой чистой прибыли вот ну хорошо увеличим 2 раза все таки ладно он свои деньги заработки тут же оказывается что не с каждого этого небольшой город тысяча женщин села шить маски маски раздаются потом бесплатно и нету этого потому что это надо было делать марте и не было бы никакого этого сейчас посмотрите а попробуйте снять маску вот а на улицах войска и каждый военный от сержанта до этого имеет право тебя арестовать только арестовать заковать наручники привести а там с тобой будут разбираться так фамилия имя отчество страв 10 тысяч поверьте маску будут носить все только такой режим лучше чем китая все вопрос снят значит маски бесплатные и тратить миллиарды а потом сотни миллиардов вспоминайте строят огромные комплексы по всей россии масок нет сегодня сейчас но человек с 10 тысячами рублей маску за 60 рублей не пойдет покупать никогда удавиться не пойдет президента этого не знает а президента делать свита у него свите нет таких им было приказано уничтожить медицину они уничтожили сейчас приказано разрождать они разрождают исполнители во а вы тут спрашиваете как а виновные во только прикажи они масок будут у каждого по 3 маски носить будем в раз вот здесь некуда и будет девать проехали виновные кто а вы не знали сейчас хотели заказать саженцев в одном частном питомнике Барнаула и на просьбу показать маточный сад как где получили отец пужели заводит сад я не вожу правильно ни хрена там делать так как не живу и не охраняю правильно полить свой сад не может пожинать плоды как ныне покойный байкал я не хочу мне это не нужно мы не знаем заказывать у него или нет ЛПХ лесной Барнаул то есть ему ответили так что в сад не вожу так показал бы фотографии хотя бы а где это интересно один из частных питомников Барнаула не может быть частный небольшой питомник может он нормальный и водитель отказывается правильно делать вот потом сегодня привел а завтра без хозяина зайдут тут это ничего вот тут такое нормальное кстати я не вожу как я возил сотни людей от меня выходили оттуда с ведрами с ведрами даже абрикосов а сейчас я говорю так я хочу к вам в гости я говорю спасибо конечно но мне я уже не могу физически принимать гостя мне тут же надо есть готовить мне надо вам где-то это спать уложить мне надо это посвятить вам вы будете мне задать вопросы спасибо вот отказываюсь а говорю вы с Сергеем поговорите загажите приедете скажите я приеду возьму пару сарзов нет сарзов брать не хотят вот странно да сарз хотят а сарзов не хотят получается нет выгоды Сергею а у меня одни хлопоты так что я вот его понимаю вот того хозяина частного питомника другое дело что Байкал он вспомнил да горе страшное вот я кстати вот я раз упомянули фамилию Байкал еще скажу я сверх уважительные люди Байкалов и Байкалов и Байкалов и Байкалов и сейчас он пацаны господин самая обожаемая самая вот как с ними власть поступила ну ладно чуть позже я вспомню тогда уже закончится разговор так Кемерязев как просто зарабатывает как может ВК вот я боюсь вот сюда нажать на эту как же мне сделать чтобы я мог увидеть полностью боюсь нажать на вот эту самую на этот крестик удаленное управление так Кемерязевка просто зарабатывает как может ВК повторять на каждом одно и то же и 50% простить ну в общем не понял я только копировка и в расщепе я еще применяю это замазки пластилин я пробовал пластилин мне не понравилось не пошло так а паченко я просто не смог прочесть ну ладно с этим понятно вот мы в принципе разговор закончили так нормальный разговор я опять шашкой махал по другому не могу вот это помните 2008 год и ныне покойный профессор который вел передачу очевидно невероятный вот сказал россия это он наш коренной отродов сказал россия страна идиотов я не так говорю россия страна руководителей которые туда пробрались дырку просверлили вот вот к сожалению это так в общем закончили мы опять политикой к сожалению так а это самое вспомнил я значит кого имел ввиду два самых уважаемых наших современника их уже обоих нет на свете чугуев и байкал вот я вначале тоже не очень то я приводил свои примеры я спорил я говорю вот это правильно это нет но шашка не махал и мне еще говорили вот чугуев вот ведется вот он же кстати где они на фоне всех этих наверное тех самых этих вот я уважаю невероятно мы мы не то что дружили но мы все таки несколькими письмами обменялись я успел 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 вот и мне говорили вот видишь чугуев не воюет же не воюет делает свое дело ну делал ну получал рекордный урожай ну технология у него ну все ну-ка давайте здорово соберите всех академиков кто такой чугуев почему у вас нет таких результатов сотни центнеров в гектарах а ну без этого не получается вот я еще одно понял как мне Курдимов говорил ну пожалуйста потише ну вас вообще тогда это ненавидеть будут ну ничего все я тоже был тихий многое добился в жизни не публикованные книги так нет и ненужная технология в стране и подвое не нужно и привое не нужно и вообще ничего не нужно так грустно но это потому что это на две недели расстаемся я вперед в порожок давайте друзья значит так встречаемся мы через выходной через субботу вот до свидания всех благодарю за внимание кто выдержал и хорошо